С точки зрения польского руководства можно принести в жертву интересы текущие 7-минутные интересы благосостояния населения для решения каких-то высоких геополитических задач польские от мужа до мужа. Вот это представляется ими вполне резонным, рациональным и возможным. С точки зрения интересов руководства Литвы, ну скажем так, там есть высокая степень оторванности правящей элиты от рядового народа. Вот и даже я хорошо знаю литовский правящий класс, у меня там и знакомые определенные когда-то были. Вот они очень презрительно относятся к рядовым литовцам, считают их безграмотными, непонимающими. Ну а себя, естественно, видят наследниками вот этих средневековых кунигасов в каком-то смысле. Да, и когда на полном серьезе вот маленькая вот такая вот Литва, значит, принимает стратегические документы в области национальной безопасности, где прописывается, значит, интерес в виде сдерживания России, да, и когда мне один из ведущих на сегодняшний день литовских политиков в свое время говорил, что литовский национальный интерес заключается в ослаблении России, вот, ну вот в политике на восточном направлении. Я на него смотрел с удивлением, мы потом несколько повздорили даже. Я говорю, ну а мне вот кажется, что литовские национальные интересы на направлении России, на востоке, так называемая восточная политика Литвы, должны заключаться в том, чтобы продавать сыр в Санкт-Петербург. Ну вот это на самом деле литовские национальные интересы. Но, конечно же, вот витать в геополитических облаках, оно куда более занимательно, нежели заниматься прагматичными вопросами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова